Здравствуйте! В эфире программа на женской половине, и я, Ирина Бреусова. Эта женщина родилась в Узбекистане в дружелюбной интернациональной семье. Поэтому неудивительно, что традиции и культуру разных народов она впитала в себя с детства. Мама армянка, папа грек, а её сердце наполнено любовью к России, с которой связаны не только годы учёбы и работы, но и приятные воспоминания, родственные Узы, проекты, связанные с культурой, религией, искусством нашей страны. Вот уже 13 лет эта женщина живёт на два дома – Россия, Мексика, Москва, Мехико. Русский дом, открытый ею в мексиканской столице, является своеобразным уголком русской культуры, где можно услышать русские песни, поговорить о литературе и о делах насущных. Кроме всего прочего, там можно насладиться яствами русской традиционной кухни. Сегодня наша героиня находится в Москве, и она любезно согласилась участвовать в передаче. Итак, на женской половине Виктория Стасюк. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте! Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, и вот в своём таком плотном расписании выделили для нас несколько часов для того, чтобы пообщаться с нами и с нашими зрителями. Огромное вам за это спасибо. Я думаю, что не за что. Нам посчастливилось встретиться с вами в Москве. Я знаю, что вы постоянно курсируете из Мехико в Москву, из Мексики в Россию. У вас очень плотный график. Вот скажите, пожалуйста, с чем вы на этот раз приехали в столицу нашей Родины? На этот раз я случайно немножко задержалась по времени. Обычно я нахожусь здесь не больше там недели-десяти дней, но так как сложилось, что я задержалась, мне, конечно, предстояло такое, как сказать, в моей жизни. Я считаю, что это счастье организации выставки. Вот. И, в общем-то, вот это самая большая радость моя. И на сегодняшний день всё движение такое, как будто я, в общем-то, в таком же ритме остаюсь, что в Мексике, что в нашей стране. Виктория, я знаю, что вы родились в дружной интернациональной семье. Вот немножечко расскажите, пожалуйста, о вашей семье. В чём заключалась эта дружба и почему она интернациональная? На самом деле я родилась в Средней Азии. Родители у меня, мама армянка, папа грек. Вот. Родилась в такой дружной, здоровой, хорошей семье. Очень большой семьи. С маминой стороны и с папиной. Вот. Значит, с детства помню всё самое лучшее такое, которое вспоминается практически, когда появляется свободная минута, именно вспоминается то детство, как я выросла именно в Средней Азии. А в Средней Азии в каком городе? А, это даже не город был, а поселковый такой районный этот. Ну, назывался Ейпан. Его даже, по-моему, и на карте нет. Да, замуж уже вышла я в Ферганскую область, в город Каканта, когда уже повзрослела. Вот. И училась там же. Вот какие самые яркие впечатления из детства? Может быть, есть какая-то история, которая... Ну, ведь у каждого же человека есть история из детства, которую он помнит всю жизнь. Ну, это рождественская. Как вот, как ребёнка есть. Я вспоминаю эту большую ёлку, которая до потолка была. И мама её всегда наряжала вместе с нами. Это был, на самом деле, вот такой вот праздник, самый большой в нашем, ну, в наше детство. Вот. Вот это запомнилось на всю жизнь. И, значит, готовка вся вот эта там, допустим, вот, настолько торжественно всё было. Любовь кухни передалась? Передалась это вообще с рождения. С девяти лет я уже готовила. Помогала маме, да, и милородство. А ёлку чем наряжали? А ёлку? Нет, были. Нет, нет, нет. Были игрушки, у нас была ёлка. Мы вообще жили неплохо. Мама старалась всё самое лучшее нам в дом приносить. И ёлки были, вот у меня даже есть игрушки вот того времени, вот. Я им дорожу очень. Я даже вот уехала в Мексику и с собой это всё забрала. И с удовольствием это выставляю, показываю внукам. То есть у вас там наш российский Дед Мороз. Да, всё российское. Снегурочка, Дед Мороз, и мы праздники, когда устраиваем, то же самое. Но всё равно той ёлки, которая была раньше, мне кажется, сейчас её нет. Виктория, вот получается, вы выросли в Средней Азии. Мама армянка, папа грек. А ваша душа наполнена какой-то невероятной совершенно любовью к России. Вы рассказываете о нашей стране. Выставки, которые вы организуете, посвящены нашей стране, нашей культуре, нашим традициям. Ну, потому что мы выросли в СССР. И когда оказалась вот такая перестройка, вот нелепая, я считаю, что мы всё равно остались россиянами, мы русские. Потому что в нашей семье все традиции были православные, а Русь, она и есть православная. Вот. И все вот праздники, которые мы отмечали, это тоже на Руси отмечается. И поэтому, значит, мама моя была очень умным человеком. Она много читала, она много нам рассказывала, она развивала всю культуру в нас с детства. Мы знали, что такое знаменитые художники, какие фильмы лучше. Мы ходили на все концерты, она... Всё, что было связано, она нам прививала с детства. И всё, что было самое лучшее, она нам тоже прививала. И мы родились как-то с этим, и жили. И для нас и та эпоха, все эпохи, которые были пережиты моим возрастом, они, в общем, всегда были связаны с Россией. Потому что СССР – это была Россия. Вот. Потому что столица нашей могущей такой державы – это была Москва. Русский язык для меня – это главный язык моей жизни. И главная культура и моей жизни, и моих детей, и моих внуков. И вообще, мне кажется, всего мира культура. Расскажите, пожалуйста, о том, как вас приняли в нашей столице. Я знаю, что вы были дружны или дружите с семьёй, которая к вам отнеслась со всей душой. Что это за семья? Я в Москву вообще попала очень случайно. У меня запалил младший сын, и мне пришлось его везти сюда на лечение. И нас встретила... Трудно даже говорить. Ну, очень хорошая, чистая, красивая русская семья. Значит, фамилия Никоновы. Вот. Он, значит, работал, преподавал в высшей школе. Они родственники по линии мужа моего. Вот. Они нас встретили в аэропорту, привезли к себе домой. И нам сразу сказали, наш дом – это ваш дом. Чтобы я себя чувствовала свободной с детьми. Вот. Устроили институт, там, где лечился мой сын. И мы у них практически прожили полгода. Хотя квартира была небольшая. Вот. Но всё равно, как говорят у нас на Руси, в тесноте, но не в обиде. Была настолько чистая семья. И я жила тоже в такое впечатление, как будто в храме. Потому что вот это вот и культура, и русский дух, и русская чистота. И она вот как-то была связана в этой маленькой квартире. Вот. И дети мои так же себя чувствовали, как и я. Находясь такими людьми, мало того, что преданной вообще всей стране нашей могучей, и ещё быть такими умными, грамотными, тонкими вообще, это, конечно, прибавило ещё больше мне оптимизма и вот уважения вот к этому, ко всему. Это, конечно, вот больше... Это вот то офицерство «голубая кровь», как говорится. Вот именно, да. Виктория, ну, мы журналисты, такой народ дотошный. И прежде чем встретиться с героем своей программы, конечно, пытаемся о нём побольше узнать. Я знаю, что вы какое-то отношение имеете и к семье Микояна. Расскажите немножечко об этом. Что это был за человек, что за семья, как вам жилось, дружилось с ними? Ну, я думаю, что об этой семье знает, по-моему, так же вся страна наша и вообще, и вся бывшая страна СССР. Вот, потому что это, на самом деле, удивительные люди, необыкновенные. Вот, в Москве, вот, кроме семьи Никоновых, и большое внимание мне и моим детям уделяли, вот, я не кровная родственница Микоянов, можно сказать, ну, дальняя родственница. Но отношение ко мне было настолько, вот, что даже они, кровные родственники, так друг к другу не относились, как ко мне и к моим детям. Вот. Анастас Иванович буквально перед смертью, наверное, за три месяца, вот так вот, последняя встреча, которая моя была, у него жил в доме, потому что мы практически, удобства у нас не очень были хорошие, когда уже мы жили сами в отдельной квартире. И поэтому я ездила туда, детей в основном купать в дом Анастаса Ивановича, там были удобства, конечно, шикарные. И он однажды приехал, мы как раз находились там, и стал со мной разговаривать на армянском. А к моему стыду я, я говорю, я его не знаю. Он говорит, ну, вот люди изучают чужие языки, а вы родной не знаете. Дети его, конечно, они очень хорошо ко мне относились. Вот первая моя поездка даже в Мехико, это было с Серго Микояновым, в общем, латиноамериканец, он был главным редактором журнала Латинской Америки. И вот первая поездка в Мексику, это было его предложение ко мне. А до этого я с Серго, когда была в Мехико, вот, тогда, значит, посол такой был, бильярд от ревини, когда мы пришли тогда визу получать. И когда он узнал, что у меня коллекция, вот, именно, иконная такая, церковная утварь, потому что у нас есть такой завод, один из самых, можно сказать, не то что лучших, а просто аналога, нет таких предприятий, да, как Софрина. Коллекция в основном была, вот, собрано с Софринское производство. Вот, и мне тогда, значит, было предложение, чтобы я ее выставила в Мехико. И если планируется выставка на неделю, на две недели, там, объявляется, что неделя русской культуры, то выставку продлевается всегда на полтора-два месяца. Это по просьбе и руководства, вот, администрации страны, и народ пишет отзывы свои. Виктория, вот вы сами как-то так потихонечку подошли к моему следующему вопросу. Я в начале программы сказала, что вы уже 13 лет, 13, я не ошибаюсь? Нет, больше. А сколько? Ну, я с 98-го года нахожусь в Мехико, а официально с 99-го. Ну, получается, где-то... Да, 14, почти 14 лет вы находитесь в Мехико. Почему Мексика, почему именно эта страна? Как вы туда попали? И, собственно, какова миссия ваша именно в этой стране? Ну, я уже говорила, что первая поездка моя была с Сергой Микояном туда, и он мне очень много рассказывал об этой стране, потому что, будучи молодым, когда он занимал должность главного редактора журнала «Латинская Америка», вот, он часто посещал «Латинскую Америку» с отцом. И когда я приехала, да, увидела их и вообще посмотрела на страну, может быть, из-за того, что я родилась еще в Центральной Азии, где тоже тепло и, в общем, тоже много цветов и птиц там, все. Ну, может быть, как-то еще меня это тронуло, и плюс еще народ такой, который похож именно духовно на нас, на русских. Вот, у меня даже... А вот чем похож-то? Такой же открытый, гостеприимный. Они открытые, гостеприимные, у них нет, вот, понимаете, чтобы кого-то обмануть, что-то, чего-то это. У нас же народ такой, вот, зайди к каждому в дом, тебя примут, ну, мне кажется, не в каждой стране, вот, потому что... Я помню, когда папа посетил Грецию, он приехал и сказал, «Все хорошо, но только они не такие, как мы». Ну, ты понимаешь, вот, если они тебе предлагают кофе, а ты отказался, то тебе второй раз не предложат. Еще раз хочу напомнить, что наша героиня Виктория Стасюк вот уже более 13 лет живет в Мексике, и гостей русского дома всегда радуют блюдами русской традиционной кухни. Но за это время Виктория очень хорошо изучила и мексиканскую кухню, поэтому идем на кухню, чтобы познакомиться с одним из рецептов этой замечательной кухни. Дорогие друзья, сегодня я вас познакомлю с мексиканской кухней. Блюдо это называется чили-риена кесуахаха. Значит, перевод на русский язык, значит, болгарский перец пикантный с сыром сулугуни. Для этого понадобится масло оливковое, масло сливочное, сметана, сулугуни сыр, яйца, мука, чеснок, лук репчатый, перец болгарский, помидоры, соль и перец. Духовку нагреваем за 10 минут, по 220 градусов. Складываем перец на противень. И в духовку. Пока печется наш перец в духовке, мы готовим соус. Берем сливочное масло, грамм 100, сковородочку, лук, потом режем лук. Пока тушится лук, берем помидоры, режем кубиками, мелкими. Теперь эти помидоры, лук уже готов, и мы, значит, перебарим. Помидоры потушили с луком, затем сметану. Сметана 25% жирности. И все это перемешиваем. Сейчас это тушится. Сейчас мы вытаскиваем перец. Теперь перчик берем и в холодную воду, чтобы шкурка быстро отошла. Теперь начинаем чистить перчик. В принципе, соус уже готов. Приходится только в последнее, что делаем, мы чесночок выживаем сюда перчиком. И соус готов. Затем мы берем соус и перекладываем в мисочку. Затем берем сыр салагуни. Режем его вот такими крупными кусочками. Теперь заливаем оливковое масло. Берем киаэрису. Киаэрису. Итак, наше блюдо готово. Чили, риена, тесто уахака. Поливаем соусом. Приятного вам аппетита! Виктория, вы являетесь хозяйкой русского дома в Мексике. Скажите, пожалуйста, какова идея создания этой организации? Понимаете, поначалу у меня была организация, она называлась «Софрина в Мексике», потому что я представляла нашу страну, нашу культуру. Потом я поняла, что приходят ко мне наши же русские, также и мексиканцы. У нас всегда беседы какие-то там. Я даю фильмы, интересно им смотреть. Они всегда спрашивают о русском языке, где бы его изучить. Если у наших, у кого-то какая-то проблема, они мне звонят. «Вика, вы можете мне в этом помочь или в том?» И тогда у меня просто созрела такая мысль открыть русский дом для того, чтобы это как-то уже все знали, что есть русский дом, куда можно обратиться, куда можно прийти по всем вопросам. Тем людям, которым хорошо и тем, которым плохо, чтобы им помочь можно было. Все приходят с русской речью, все приходят в русский дом, как в свой дом. И это приятно уже. И поэтому мы, когда делали открытие, нас посетили 90 послов мира сразу. И даже те послы, которые не всегда куда-то там приходили на приемы в посольство, они с большой любовью пришли все в русский дом. Скоро Новый год. Вы, кстати, в нашей стране будете отмечать Новый год? Я думаю, что в этом году, я вообще планировала уехать где-то в начале декабря, но я думаю, что Новый год придется мне здесь остаться. После рождества я уеду, конечно. Как Новый год отмечают в Мексике? Это как-то похоже на то, как мы отмечаем Новый год здесь, в России? У них вот с 15 декабря под 15 января включительно уже все отдыхают. Это у них уже начало рождества начинается. И Новый год, конечно, не так, как мы отмечаем. Потому что у них в основном праздник – это рождество, 25 число. И они даже 27-го уже елки могут быть на улице. Они убирают там с дома. Но мы в нашем русском доме отмечаем Новый год. Но в основном мы его празднуем так, что все мексиканцы на нас, по-моему, все выходят и все смотрят. Потому что ровно в 12 часов мы начинаем салют. Да-да-да. Мы приглашаем всю общину нашу русскую в Мехико, которая даже не в Мехико, которая приезжает из других городов к нам. И мексиканцев приглашаем. У нас посольство Азербайджана к нам приходит, посольство российское, но это однозначно наше, посольство Украины. И, в общем, настолько торжественно. Я, конечно, готовлю стол у нас просто настоящий русский царский стол. В общем, все, что должно быть на Новый год у нас. Ну, у вас вот все равно, несмотря на то, что вы находитесь в Мексике, все равно ощущение и присутствие России всегда есть. Ой, знаете, многие друзья, когда приезжают ко мне, посещают, значит, русский дом, они мне говорят, Вика, хватит, возвращайся, ты нам в стране нашей нужна больше, чем ты там. А я говорю, нет, я здесь больше нужна. И я, живя в Мексике, чувствую себя, как будто живу в своей стране, потому что вокруг меня все русское. Все русское. В русском доме все русское. Праздники все русские. Виктория, скажите, пожалуйста, какими проектами, выставками вы порадуете народ Мексики, России, да и, может быть, других стран в 2013 году? Ну, во-первых, по плану тому, что я должна была объездить практически все страны и показать культуру нашу, я не осилила, потому что не потому, что я ее не осилила. По времени это невозможно сделать, потому что если приезжаешь на неделю или на две, то всегда просят продлевание выставки. И вот, на следующий год у нас запланировано Гладемало, Коста-Рика и, значит, Перу. Вот эти три страны, где мы должны сделать выставку. Кроме этого, в ЮНЕСКО планируется и Центральная Азия, как ни странно. Потом у нас есть что показать. Знаете, я сегодня могу открыто всему миру сказать. Если говорят кто-то там, я не расслышала, я включила телевизор и говорят, вот мы входим в десятку по культуре мирового уровня. Это неправда, это просто неправда. Я почему говорю, потому что я говорю это вот по практике, по моей жизни. Если мы делаем выставки, там участвует, там, неважно, 100 посоль, 150 или 70, мы берем всегда первое место. Первое время, когда это организовалось, я всегда переживала. Так же, как хозяйка переживает, когда какие-то гости домой приходят, так я переживала вот внутренне за нашу выставку, да еще на таком уровне. Я думала, ой, ну как же так. И мы всегда брали первое место. И на выставках, и на фестивалях. Буквально на все мероприятия, что были связаны с Россией, мы всегда шли первые. Виктория, мне бы хотелось, чтобы в завершении нашей программы вы пожелали нашим телезрителям чего-то особенного в будущем году. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо вам. Во-вторых, я хочу, имея такую возможность сегодня, потому что я не всегда бываю на эти праздники, хочу поздравить наших женщин, наших мам, бабушек. Ой, вот опять не могу. Человек такой трогательный. Я сейчас точно раздражаю. Да, я хочу поздравить их. Ну, первое, что я хочу пожелать им здоровья. Второе, я хочу, чтобы в их доме только царила любовь, счастье. Чтобы старших наших, дети наши уважали. Чтобы они помогали им. Чтобы они говорили самые лучшие слова своим родителям. Пока родители живы, и мы им говорим теплые слова, это самый дорогой подарок, и рождественский, и вообще по жизни. Поэтому цените, любите друг друга. Это самое большое счастье. С Новым годом всех! Как говорится, каждый выбирает по себе. Наша героиня Виктория Стасюк выбрала для себя дорогу созидания и любви. Надо сказать, что это не самый легкий путь. Такой человек должен обладать необычайной работоспособностью, силой воли и духа, любовью, желанием отдать, подарить людям свои знания, опыт, любовь, радость, внимание и время. И надо сказать, что созидание на сегодняшний день – это, пожалуй, единственный путь, который поможет человечеству выжить. Храни вас Бог, берегите себя. Это была программа на женской половине. Всего вам самого доброго!